Ахмед Наби Ахмед Набиев Поэтому мы пригласили сюда журналистов, были приглашены редактора, многие, которые здесь сидели, уже встали, может, еще подойдут. И мы, наверное, сразу начнем с пресс-конференции. Спасибо большое за то, что вы пришли. Спасибо, Союз журналистов Дагестана, что вы так оперативно организовали такую пресс-конференцию, которую мы делать не планировали. Я знаю, что Ахмед Наби там на Адамазе и собирался приехать чуть позже. Но главным образом я хотел сказать несколько слов неожиданных для формата подобной пресс-конференции. Я хотел, конечно, при всем уважении к собравшимся, обратиться в большой мере не к тем, кто здесь присутствует, но тем, кого здесь нет. Я хотел сказать, что «Кавказский узел» за 12 лет своей работы никогда не публиковал проплаченных материалов, никогда не брал денег у тех, кто хотел как-то повлиять на нашу работу. И поэтому за каждую публикацию «Кавказского узла» отвечает редакция, отвечаю я лично. Я хотел сказать это тем людям, которые организовали, спланировали и участвовали в покушении на журналистах Ахмед Набиева, которые многие годы пишут материалы на «Кавказский узел», которые многие годы подвергаются угрозам. Я хотел обратить внимание тех людей, которые лично участвовали в этом покушении, что они не смогут надеяться на то, что подобные действия пройдут незамеченным. Уже сейчас активно работают правоохранительные органы, и я знаю, что внимание усилиями наших коллег здесь в Дагестане привлечено на довольно высоком уровне к этому делу. Но я хотел сказать тем людям, которые участвуют в таких покушениях на журналистов, и конкретно на журналистов «Кавказского узла», вы не сможете быть спокойны, вы не сможете думать, что о таких действиях кто-либо забудет, вы не сможете надеяться, что уехав за пределы России, куда бы вы ни уехали, в Индонезию или на Украину, вы не сможете спокойно рассчитывать там жить, в этих странах. Вы не сможете спокойно думать, что «Кавказский узел», как большое издание, не заметит подобных действий в адрес наших коллег. Мы воспринимаем любого журналиста, который работает на «Кавказском узле», скажу пафосно, но как члена нашей семьи. Я считаю личным вызовом для себя подобные действия. Я считаю, что на Кавказе есть хорошая традиция, которая также успешно искореняется, я знаю, на территории Чеченской Республики. Это традиция, которая подразумевает личную ответственность за покушение, за убийство. Я хочу сказать, что такие действия, как то, что случилось в пятницу вечером, покушение на убийство, это то, что повлечет за собой неминуемый расклад. Конечно, «Кавказский узел» — это не бандитская группировка. Мы не собираемся в ответ разбираться теми же методами с людьми, которые участвуют в заказе или в исполнении подобных преступлений. Но надо понимать, что кто бы то ни был, глава района или человек, так называемый, оборотень в погонях, ты должен понимать, что расплата за такие действия будет неминуем. Может быть, на это уйдут годы, но мы не забудем те действия, которые совершаются людьми, исполнители ли они или заказчики. «Кавказский узел» — достаточно большой коллектив, чтобы потратить годы жизни на то, чтобы найти людей, которые участвовали в подобных действиях, и уж как-то озаботиться тем, чтобы кто нужно сел в тюрьму, кто нужно поговорил достаточно подробно со своими старшими в семье и выслушал, что он думает, что его старшие думают по поводу такого поведения. «Кавказский узел» — это издание «Я закончу на этом», которое никогда за 12 лет своей работы не взяло ни копейка, а в комментариях к статье о покушении на Ахметнабиеву продолжается угроза в адрес, упоминается ни копейки о Шейкеле. Естественно, в профессии журналистов, об этом много говорили коллеги из Российского и Дагестанского союза журналистов, она очень сильно критикуется в последние годы. Но мы делаем свою работу честно, и за людей, которые подвергаются подобным нападкам, мы будем отвечать. Когда я узнал об этом событии, буквально в тот же вечер, перезвонил к Ахметнабиеву, спросил, нужна ли поддержка, помощь, он сказал, что нет. Даже просил по возможности не распространять эту информацию, говорю, что это Ахметнабиев не допустил, моя информация должна быть известна. Я же не предлагаю трансформацию, просто то, что событие произошло, дать нужно. И, в общем, это было сделано, и он сказал, что чуть позже со мной свяжется и скажет уже о своих мыслях по этому поводу. О чем было доложено в свое время президенту, естественно, если он киргизиста, он был тоже в курсе, оформлено заявление в Кировский РВД. Ну вот, весь цикл по этому был выполнен. Без внимания администрации президента событий не осталось. У нас много вопросов там на самом деле по самой ситуации человека, как ее расценивать, реально нападение на журналиста или какое-то другое можно найти там и подоплеку. Но, тем не менее, для меня, я думаю, как для моего коллеги Дмитрия Зайченко, нет никакой разницы, какому именно, допустим, типу журналистов у нас находится государственный, негосударственный, оппозиционный или, допустим, там официоз идет у них, абсолютно никакой разницы нет. И мы можем спорить, мы можем чем-то не соглашаться, но когда таких ситуаций касается, тут мы не должны быть, во всяком случае, идейны. Хотя, конечно, меня крайне неприятно удивила реакция коллег на Фейсбуке. Чуть ли не открытая радость, что их коллегу обстреляли. Прям такой праздник жизни. Я не знаю, там, этих людей я лично знаю, да, вот, нельзя себя так и вести, это не красит ни само сообщество, да, вот. По поводу того, чтобы окушение на человека выражать радость, только потому что они не согласны со взглядами Ахмедовии, да, там, я тоже с ними не согласен. В случае можно спорить, все что угодно, стрелять нельзя. Мы живем в стране, где смертная казнь запрещена. Мы ходим в Советы Европы, где, в общем-то, 46 стран объединились по этому основному и очень ценностному признанию, это, в принципе, не забыли. И очень странно бывает, когда и журналисты, и общественные деятели, и руководители политических партий делают вид, что ничего не происходит, когда в Дагестане на протяжении 10 лет идет пропаганда того, что есть люди, которых можно убивать, и есть люди, которых нужно убивать. И вот эта вот пассивная позиция, наверное, привела к тому, что эти убийства совершаются неважно чьи. К большому сожалению, коллеги, это камень не в свой огород. Мало что журналисты сделали, знак протеста против таких. Публикации, мнений, высказываний. Меня вообще-то, честно говоря, удивляет, когда нас призывают идти на какие-то баррикады, когда, может быть, у Зубайрова, и у кого-то есть какая-то защита, может, они защищены, может, для них это никакой опасности не несет. А по-большому счету я не собираюсь здесь ни на какие-то баррикады, а с одной стороны. Есть и другая сторона. Другая сторона заключается в том, что когда какие-то люди, названные, условно, боевиками, нарушают закон, эти люди отчасти играют по своему правилу. Они говорят, что мы не будем соблюдать ваш закон. И требуют от них каких-то, чтобы они соблюдали какие-то правила, несколько недавно видеть и наивно. Несколько иная ситуация наблюдается, когда вот наши сотрудники, правоохранительных органов, грубо, открыто нарушают закон и требуют, когда сами люди обязаны по роду, своей работе, защищать законы, не защищают, чтобы другие защищать законы, насколько тоже, мягко выражаясь, наивно. Мы как-то в Дистане в России и во всей Европе журналистов не убивают. С этим мы не можем никак смириться. И с тем, что расследования еще ждут своего продолжения уже больше года со своей гибели Гадимурада Хамалова, который был как раз в том самом расстрельном списке, в котором и имя Ахмед Наги тоже было. Я думаю, что вот так получилось, что у нас большая делегация. Мы не могли ожидать, что что-то подобное произойдет. Мы приехали сюда говорить о правовой защите, о правах журналистов. Я думаю, что, наверное, мы должны обратиться еще раз к нашим партнерам по диалогу с правоохранительных органами, к нашим коллегам в стране, с тем, чтобы эта тема звучала громче, чтобы все-таки были приняты необходимые действия, и чтобы это больше не повторялось в Дистане. Нам бы объединиться с журналистами, чтобы заставить наше родное правительство российское работать на общество. Без проявления такой очень точной, очень полномерной солидарности со сторонами журналистского сообщества нам всем очень тяжело будет бороться с проявлениями насилия в отношении журналистов, с давлением, которое оказывается на журналистов. Поверьте, есть юридические механизмы, которые позволяют нам защитить вас. Но самая большая проблема состоит в том, что общество, не только гражданское общество, обычные обыватели, которые просто употребляют информацию через средства массовой информации, но и сами журналисты, очень энергии. То, что на вашу коллегу напали, вы об этом расскажете, вы об этом забудете. А для того, чтобы был наказан тот, кто это сделал, тот, кто это заказал, все, профессиональное сообщество должно встать стеной. И если вот эта цепь очень серьезной сплоченности, солидарности будет, если вы сможете подставить свое плечо коллеге и поддержать его вот в этой ситуации, когда нужно оказывать давление со стороны коллег на правоохранительные органы с тем, чтобы они не замылили это дело, с тем, чтобы Кавказский узел не остался один на один с этой ситуацией, чтобы Союз журналистов не писал письма обращения с напоминанием правоохранительного органа о том, что ничего не делается в рамках расследования этого дела. Вы должны это делать тоже. И, конечно, в этой ситуации я должна напомнить, что, несмотря на все эти драконовские законы, которые за последнее время были приняты в России, приблизительно год назад все-таки были внесены изменения в Уголовный кодекс и положительные. В том числе, я говорю о изменении в статье 104 Уголовного кодекса, ужесточения ответственности за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, была увеличена ответственность до 6 лет лишения свободы за нападение журналистов, нанесение им телесных повреждений, угрозы убийств самим журналистам и их семьям. И поэтому в этой ситуации необходимо требовать от правоохранительных органов не только расследования этого дела как бытового покушения на убийство, а как именно дело, связанного с профессиональной деятельностью журналистов. И пусть они расшибутся в кровь, но пусть они пытаются расследовать его, в том числе через 144-ю статью. Они будут пытаться уйти от этого, потому что делать они этого, как правило, не умеют. Случаев применения этой нормы в России крайне мало, потому что нет желания у следователей бодаться вот с этой очень сложной, на самом деле, концепцией некой мести журналисту за его профессиональную позицию. А это делать нужно, и только профессиональное сообщество может поддержать. Поэтому я вас всех призываю не оставаться безразличными в этой ситуации и помочь нам вывести эту ситуацию на поверхность и заставить правоохранительные органы эффективно в этой ситуации провести расследование. У меня сложилось впечатление, что у Кабказского узла есть уже своя версия. Что получается, что организатор, который глава администрации, исполнители, образы и токолы. И я не могу сказать, что есть уже какая-то версия, но, по крайней мере, могу судить по публикациям на Кабказском узле, и можно понимать, откуда ветер будет как один, так и другой вариант. Возможен и достаточно несложно разобраться. Здесь все друг друга знают, и откуда, и что знают. И Ахмедовна, и приблизительно, наверное, хотя бы знает, если что-то было, откуда. И я знал, когда меня убивали. И Качар знал, а когда нет. И Галина Федоровна знала. А попробуйте об этом сказать. И следующие будут на наших детей, на наших близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!